Дом 1Б по улице Краснофлотской в поселке Гудрон можно назвать образцовым. Он относительно новый, чистый, очень ухоженный. В третьем подъезде повсюду цветы, зеркала, картины. На почетном месте висит грамота, полученная в 2009 году. Тогда этот подъезд был признан лучшим в городе. С тех пор прошло уже немало времени, но подъезд по-прежнему выглядит шикарно. Нетипично для Орска. Но на верхнем, пятом этаже, картинка резко портится. Потолок здесь весь покрыт ржавыми разводами. Штукатурку съедает грибок. Дело в том, что в доме уже не первый год течет крыша. Как пройдет дождь или начнет таять снег, с потолка начинают бежать ручейки. Пятый год это проблема уже. Мы уже в жилищной инспекции услугу обращались в подправлении, в поселке Степном проживаем. У нас каждый год вот такая беда уже. Если в подъезде вода оставляет пятна на побелке, то в квартире она скапливается под навесными потолками. В коридоре надулся огромный, литров на 30, не меньше, пузырь. Есин говорит, что даже слеть оттуда воду он не может. Хочет сначала сдокументировать факт протечки, составить акт, но никак не может добиться, чтобы к нему пришел техник и оформил все бумаги. Буквально в течение месяца ходил три раза заявление писал. И даже нет людей, все на больничном, в жилищном управлении у нас. Все на больничном, некому даже прийти, осмотреть. Акт составить, чтобы после валя. Мы даже слить не можем воду. У нас не только несколько квартир в нашем доме, на пятом этаже. От сырости в доме расплодились мокрицы. Хозяева прихватывают отклеившиеся обои скотчем. И под него тут же набиваются насекомые. Вроде как коммунальные услуги все платишь, а вот ничего не делают, вообще ничего. Прокуратура через годы три назад, это когда у нас тоже капало, они материалы передали в жилищную инспекцию. Мы связались с Алексеем Чернатовым, директором управляющей компании ОСЖ, которая занимается обслуживанием этого дома. Он признал, что проблемы с кровлей там существуют, но УК пытается решать их по мере возможности. При оттепеле в феврале месяце, да, у нас там в нескольких квартирах действительно были протечки, это мы фиксировали, работы там проводили, но пока что в силах своих возможностей. Мы ждем погоду, когда можно будет выполнить запеку крови. Все, что в наших силах на сегодняшний день, мы это как бы следим, смотрим. Директор обещал, что сотрудники компании в ближайшее время свяжутся с собственниками пострадавших квартир и оформят, наконец, все необходимые документы. Павел Лещенко, Игорь Платонов, Служба информации, телерадиокомпания «Евразия».